здравствуйте мои уважаемые зрители на дворе у нас 23 марта и сегодня мой первый материал также будет посвящен очень важной теме этой теме мы с моим товарищем михаилу нефренко уже обращались дней примерно 10 назад но судя по тому что я вижу сегодня это обращение на самом деле мы реально стучали во все двери потому что пользуясь случаем хочу ответить сразу на те вопросы которые мне пришли к предыдущему виде когда говорил о том какие проблемы сейчас возникают на юге украины первую очередь они только на юге на самом деле под харьком ровно такие же проблемы проблемы на самом деле везде одинаковые они на самом деле касаются не только одной гуманитарки там целый комплекс проблем который постепенно превращается в одну большую проблему так вот сегодня хочу поговорить еще об одной важнейшей проблеме я думаю даже гораздо более важной проблеме который к сожалению на сегодняшний момент я не могу сказать что она не решается но она решается явно недостаточной степени приведу всего лишь один пример который стал известен широкой общественности вчера но я лично об этом примере знал уже дней 5 именно в этом примере я знал именно дней 5 а вообще о том что происходит именно такая ситуация я знал уже две недели назад и стучал, повторяю, во все возможные двери. Но, к сожалению, пока я не вижу адекватной реакции на вот эти вот стуки. Именно по этой причине я и обращаюсь сегодня к вам. Ровно то же самое сделал мой товарищ Михаил Нуфриенко. Ссылка на его материал дается в текстовой строке под видео. Итак, в чем суть проблемы? На примере Путивля. Это город, Сумская область, я ее знаю как свои пять пальцев, это единственный город и вообще Путивльский район, единственный район, где не просто русскоязычный, а русское население является преобладающим. Это бывшая часть России, которая по результату 1920-х годов по скраиванию границ, вернее выпрямлению границ, она была передана в Украину. И вот этот город российская армия прошла 24 февраля без единого выстрела за несколько часов. И дальше в городе установилось полное безвластие. Абсолютное отсутствие власти. Причем население, очень многие мои жители Путивля писали, Юрий, а что случилось? Почему так происходит? Где администрация? А ее не появилось. Вернее, она появилась. Спустя три недели в город вернулся украинский военком и начал раздавать оружие из оружия, которое никто даже не очистил. То есть никто не забрал оружие с оружия. И вот он начал раздавать оружие и создавать отряд территориальной обороны. И у меня, вернее даже не у меня, а у жителей Путивля возникает вопрос, почему так происходит? И чего, собственно говоря, можно дальше ожидать? Вы поймите, что любые, даже самые эффективные действия любой армии, они дальше должны подкрепляться административно. Вообще власть такая штука, она не приемлет вакуума. Если ты не создаешь элементы ячейки власти, то ее создадут другие. И в данном случае речь сегодня идет о киевском режиме, который спокойно, без единого выстрела, сначала сдал Путивль, а теперь, по сути, он его себе вернул. Причем аналогичная ситуация, подчеркиваю, я знаю многие факты, аналогичная ситуация сегодня происходит во многих городах Сумской и Черниговской области. И по состоянию на вчерашний день, лично у меня нет ни одного факта, чтобы российская администрация хотя бы как-то, кроме слов, озаботилась этой проблематикой. А дальше, после появления вот этой проблемы, появятся и новые. И вы обратите внимание, что еще до самой войны, еще с осени лета прошлого года, Запад постепенно готовил Украину именно к партизанской войне. Они прекрасно отдают себе отчет о том, что ВСУ будет разгромлено при любых раскладах, при любых сценариях. Но они изначально затачивали всю территориальную оборону. И посмотрите, какие вооружения они сегодня поставляют на Украину. Противотанковые комплексы, зенитные ракетные комплексы, стрелковое вооружение. То есть это как раз то вооружение, которое в первую очередь предназначено для ведения партизанской войны. И на сегодняшний момент в Украине уже по сути создан штаб партизанской войны. И уже официально представители киевской власти заявляют о том, что Украина должна готовиться к тяжелой затяжной партизанской войне. Это на самом деле как раз то, что нужно Западу. Чтобы Украина превратилась в Сомали. Огромный, размером 500 тысяч квадратных километров Сомали в центре Европы. У меня на самом деле очень сильно болит душа, потому что это моя страна, это моя родина. Я, например, не понимаю, когда представитель президента Российской Федерации, предсекретарь Дмитрий Песков говорит, а мы не собираемся на этих территориях создавать администрации. Но тогда если вы не собираетесь этого делать, тогда это сделают другие. Вернее, они уже это делают. Но тогда не удивляйтесь, когда через время на этой территории в спины российским солдатам, которые пока никто там не стрелял, начнут реально стрелять. Потому что если в течение следующего месяца ничего в этом направлении не сделать, это станет неизбежным. Начну с цитаты. Наземная фаза операции освобождения Славянска и Краматорска приближается. Скоро эти города будут навсегда освобождены от оккупации. Как ясно из контекста, эта цитата принадлежит симпатикам республик Донбасса, конкретно ДНР. Это люди, которые четко уверены, что они идут освобождать свои города. В армиях Донбасса находится масса людей, которые родом из этих городов, которые вынуждены были бежать при отступлении из Славянска и Краматорска. Это города, которые их защищали с оружием в руках. С точки зрения ДНР, они занимают свою территорию. Там немедленно ликвидируется не только вся символика, но и устанавливается своя администрация под своими флагами, под свои идеологии, которые у ЛНР есть. Можно с ними не соглашаться, но это политика двух молодых и небольших государств, которые готовы за свои идеи, за денацификацию, за борьбу с нацизмом, за пророссийскую ориентацию бороться с оружием в руках. И они это делают. Что происходит с точки зрения киевского режима? Поддерживающие киевский режим США и союзники изначально говорили все эти годы, 8 лет, что украинская армия прямого столкновения с российской не выдержит. Они давали на сопротивление и на окончательное уничтожение армии киевского режима разное время, но суть у всех была одна. Киев проиграет. Понимая это, делалось все для организации партизанского движения. Это подтверждается и тем оружием, которое поставляется на Украину. Это стрелковое вооружение, противотанковые гранатометы, передостные издельно-ракетные комплексы, которые можно использовать в партизанской войне. Ни танков, ни гаубиц, ни самолетов нет. Организуется сопротивление даже на тех территориях, в которых ранее русские войска прошли без боя. Функция любых войск любого государства это война. Не налаживание мирной жизни, не организация жизни в тылу, а именно война. Именно это российские войска и делают. Многие города прошли без боя насквозь, в первые же дни. Ярким примером является город Путивль, 15-тысячный городок в 30 километрах от России. Его прошли без единого выстрела. Путивль город не просто пророссийский, там этнически русское население. Но в город не пришла никакая администрация. Не был создан тот силовой блок, вокруг которого могли бы объединяться люди, называемые все эти 8 лет пророссийскими или бытовыми сепаратистами. Для них даже ввели отдельную статью Уголовного кодекса, потому что их-то много. И их давили. Давили по идеологическому принципу. Сейчас эти люди, причем дети или отцы, которых зачастую воюют в армиях республик Донбасса, им не вокруг кого объединяться. Никого нет. Никто не пытался в городе навести тот порядок, который принесла с собой русская армия. Армия прошла мимо, за ней никто не пришел. Зато убедившись, что в городе никаких русских войск нет, туда вернулась прежняя администрация. В частности, военком. Я еще 10 дней назад об этом говорил. Сейчас это появилось уже в прессе. Это можно говорить публично. Военком раскрыл арсенал, начинает раздавать оружие своим сторонникам. И сейчас, там, где раньше проходили колонны без единого выстрела, в них начинают стрелять. Начинают стрелять потому, что государство не выполняет своих функций. Это абсолютно объективная позиция, которая совершенно очевидна любому здравомыслящему человеку. Пресс-секретарь президента России Песков говорит, что Россия не будет устанавливать свои администрации на занятых территориях. Тогда это будет делать кто-то другой. И какая это будет администрация, в принципе, вполне понятно. Та, которая имеет власть только потому, что у нее есть оружие. Посмотрите на ситуацию со стороны. Функции государства, армия которого наступает и оставляет у себя в тылу какие-то территории. Освобожденные, захваченные, называйте так, как хотите. Что делает это государство? Оно объявляет, какую политику на этой территории будет проводить. Россия объявила эту политику. Денацификация. Какими методами, не знает никто. В том числе и пророссийские бытовые сепаратисты, находящиеся на этих освобожденных или захваченных территориях. Естественно, они никуда не выходят. Вы можете относиться к ним по-разному, объединять их в тружности или в чем угодно. Но они не видят, возле кого объединяться. С их точки зрения, Россия их уже предала в 2014 году. В 2014 году, во время русской весны, они выходили на улицы своих городов. Они кричали «Россия, помоги!». Они махали российскими флагами и требовали, чтобы та захваченная в Киеве власть ушла и вернулась прежняя. Пусть плохая, но прежняя. Мирная. Этого не произошло. Россия не помогла. С их точки зрения, Россия их предала. Сейчас они второй раз убеждаются, что Россия их предала. Вы можете с ними не соглашаться. Вы можете иметь совершенно противоположную точку зрения. Но это взгляд именно тех людей, которые там живут. И обязанность любого государства, которое занимает эту территорию, налаживать нам мирную жизнь. Любого государства, которое не ставит свою целью уничтожение местного населения. А его будут уничтожать, потому что с точки зрения симпатиков киевского режима, любой, кто пытается на этих территориях восстановить нормальную жизнь, является предателем. Их уничтожают в первую очередь, потому что они не вооружены. В них стрелять проще и безопаснее, чем стрелять в проходящие российские войска. Что в этих условиях можно сделать? Есть сотни тысяч людей, вынужденные покинуть свои города, граждан Украины, которые осели на Донбассе или в России. Их можно собрать, их можно организовать, им можно придать силовой блок. И этим силами входить в те города, из которых они родом, когда люди там их знают, и организовывать мирную жизнь. Пусть плохо, пусть идут одно место, но можно. Этого не делается. Мало того, это должна быть гласная политика, потому что иначе люди не будут знать. Сейчас же происходит совершенно иная картина. То есть те гуманитарные грузы, которые люди собирают в России своими силами и отправляют на Украину, не проходят таможню, потому что таможня не получила указаний, а указания действуют в соответствии с мирным временем. Ничего подобного тому, что было в ДНР и ЛНР в 2014 году, когда гуманитарка потоком шла туда, нет и в помине. То есть у вас не организован получатель груза на Украине в соответствии с законами мирного времени, как это было при гражданке. Таможенное оформление не проводится. Большие корпорации в состоянии это оформить. Да, талиповые документы на грузы проходят. Мирная, обычные граждане, которые своими силами собирают грузовики с гуманитаркой, не проходят. Что происходит в России? Люди приходят в военкоматы, например, в Курской области приходят военнослужащие, говорят, я хочу служить в полицейских силах на Украине, у меня там друзья-родственники. Ему говорят, мы в ваших услугах не нуждаемся. Что происходит с гражданами Украины, которые желают вернуться в свои города? Они не знают, к кому обращаться. Потому что не к кому обращаться. Конкретно человек, который говорит, я готов восстанавливать мирную жизнь в Харькове после того, как оттуда будут выбиты войска киевского режима, ему не к кому обратиться. Возникают спонтанные такие кусочки из людей, которых я знаю. Они организуются сами, они пытаются выпускать, уже вышел первый номер Харьковской газеты. Они что-то делают, они пытаются организовать гуманитарку, но это не носит организованного характера, и они лишены той поддержки, которую в состоянии оказать именно государство. То есть именно государство, а не отдельные структуры или отдельные командиры воинских частей. И опять же, вспоминая заявление Пескова, который говорит, что российская армия не будет, и российская власть устанавливает свою власть на Украине, значит, тогда что там делают триколоры и российские флаги? Если это освобождение, если это война за деноцификацию, тогда пусть официально используется символика Знамени Победы, которая, понятно, подавляющему большинству людей, которые живут сегодня на Украине. И ситуация здесь предельно простая. Либо вам будет установлена та власть, которая устраивает Москву, либо там будет власть, которая, может быть, не устраивает Киев, но полностью устраивает западных партнеров Киева, а именно партизанская война, разруха и годы и годы боевых действий. На этом все. Всего вам доброго. До свидания.